Ох уж этот демократический, европейский и свободный киевский режим. Порошенко взял, да и запретил на территории Украины сервисы Яндекс, Мейл.ру, а также соцсети ВКонтакте и Одноклассники. Ну, что тут еще сказать? Пока эту меру оценивают в 1 миллиард долларов. Очевидно, других-то проблем, на которые можно было бы потратить миллиард, на Украине нет. Своим экспертным мнением об этой инициативе с накануне ТВ поделился руководитель Центра координации «Новая Русь» Алексей Анпилогов. Сколько реально и Одноклассники, и ВКонтакте являются сетями, где проводили время, где находили друзей, жили миллионы, я не побоюсь этого слова, украинских граждан. И сейчас, решением государства, забрав у них такую социальную душу, ну, в общем-то, ничего, кроме как ненависти и злости, украинское правительство не породит. Касательно того, ну, какие могут быть последствия. Безусловно, в нынешний цифровой век вся эта борьба похожа на вычерпывание воды совершенно дырявым Аполлоне. Только фактически, как показывает опыт даже работы Роскомнадзора, который является гораздо более серьезной организацией или китайского от Firewall, то никакая из этих систем не может перекрыть доступ к информации. То есть люди все равно будут находить способы доступа и к соцсетям, и к поисковикам, и к чему угодно, уверен эксперт. А это приведет скорее к еще большей популярности блокированных сервисов, ведь, как известно, запретный плод сладок. Ну, а причина к таким действиям украинской хунты очевидна, уверен Алексей Анпилогов. Выиграть противостояние в информационной гонке можно только оружием, мечом, скажем так, собственной пропагандой, своей собственной идеологией, которую эту пропаганду будет поддерживать, окормлять. У Украины в настоящий момент такого рода идеологии нет. Идеология украинского национализма, которая все больше превращается в украинский нацизм, она уже практически не действует. Ее все рассматривают исключительно как государственный искусственный конструкт, который никакого отношения к реальности не имеет. Ну, а что касается демократичности и европейскости принятого решения, то тут последствия будут просты. Очередной запрет, будь то символики или соцсетей, или чего-либо еще, вызовет только большую миграцию с территории Украины, которая потом отдается на откуп хозяевам киевской хунты. Я могу сказать, что европейцы, в отличие от украинцев, они все прекрасно понимают. Я считаю, что украинцы сейчас, народ еще ему предстоит осознать всю глубину того, что происходило и происходит сейчас на Украине. Это для европейских политиков абсолютно ясны цели и задачи, чего они добивались, и в том числе максимальное удаливание украинского населения и выдавливание его с территории Украины, как в страны Европы, так и частично в России, является одной из задач. И поэтому здесь люди не идиоты, если им на этой территории закроют доступ к информации, а их и до этого мало что держало на Украине, то я считаю, что миграция только увеличится. И это будет все лишним фактором, почему я уезжаю. Ну, и цензура.